По данным отделения Министерства внутренних дел России по городу Губкинскому, на территории нашего города участились факты мошенничества. Губкинцев обманывали после их звонка по объявлению о высокооплачиваемой работе. Так злоумышленники под видом работодателя непосредственно перед собеседованием предлагали соискателям вакансии перевести определенную сумму денег на банковскую карту. А после получения средств скрывались. Помимо этих случаев мошенничество происходит и по другим схемам. Чаще всего это мошенничество, связанное с продажей по Авито. То есть, грубо говоря, потерпевший выставляет объявление о продаже какой-либо вещи. Злоумышленник звонит и просит, предлагает скинуть задаток на его банковскую карту. При этом просит назвать потерпевшего реквизиты банковской карты. И вот этим разговором вводит потерпевшего в доверие. И потерпевший его подключает к системе мобильный банк. После получения реквизитов банковской карты, которые привязаны к системе мобильный банк, злоумышленники получают доступ ко всем счетам потерпевших. Также распространены случаи мошенничества, связанные с объявлением о продаже имущества по низкой цене. В обоих случаях злоумышленники требуют задаток. Правоохранители просят граждан быть бдительнее, о подозрительных фактах сообщать в полицию. Сотрудники ОМВД напоминают, в целях недопущения проведения операций по вашим банковским картам никому не сообщайте реквизиты карт, даже тех, на которых отсутствуют денежные средства. Всю информацию о банковской карте и о сбережениях на ней вы можете получить в отделении банка.